Матвей Мышов занимается футболом уже год. По мнению мальчика, эта игра помогает развить упорство и силу воли. И самое главное, приносит награды. Первый серьезный успех на счету Матвея – третье место в чемпионате по футболу школы Росатома среди дошкольников. В финальных играх юный игрок примерил на себя роли защитника, вратаря и нападающего и забил сопернику гол. Ну я защитник забил гол случайно. Я там подбил, за Вадима забил гол, у него не получилось. А на счету Вадима Санкина в этих соревнованиях пять голов. Он отправил мячи в ворота Десногорска, Новоуральска и Удомли. Самым серьезным соперником для него стали ребята из Леснова. У них было много хороших позиций, они там забивали голы. Ребят, их тренеры и родители в Новоуральске ждала насыщенная программа. Тренировки с выдающимися спортсменами России, посещение театра, дискотеки, концерты и самое главное – финальные игры. Первый матч соровчане провели против Десногорска и выиграли со счетом 3-0. Уступила наша команда только финалистам – Озерску и Лесному. Не просто нам кидали в одни ворота, была борьба. Все ребята старались и получили результат заслуженный. Мы во многом так и посчитали, и тренер, и родители все, что до первого места, возможно, нам чуть не хватило, но третье место – это то, на что мы были готовы. Во многом этот успех достигнут благодаря занятиям с тренером Николаем Дубенко, который уже после отборочных игр стал готовить ребят к финалу. Однако и педагоги детского сада вложили многое в победы воспитанников. Стоит отметить заслугу нашего наставника по физкультуре Анастасии Александровны. Если бы не она, потому что человек, не понимающий ничего в футболе, с такой инициативой подошел ко всем этим тренировкам, играм, что дети заразились и достойно выступили. Ребята, их родители, администрация сада номер 19 хотят продолжить славную традицию футбольных побед и готовиться к новым турнирам и чемпионатам. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.